Я вам сейчас задам вопрос. Наверное, вы его узнали в кучу раз, но все равно. Скажите, пожалуйста, как сейчас все происходит в этом реалиях, с которыми мы столкнулись, с самоизоляцией и так далее? Конечно, режим самоизоляции предполагает перевод на дистанционную работу большинства сотрудников. То есть все наши корреспонденты-операторы, редакторы и продюсеры научились записывать, монтировать и записывать звук, монтировать дома. Наша профессия телевизионная, радио, интернет-журналистика, она предполагает, наверное, больше все-таки это skills, это навыки, их необходимо постоянно в работе. То есть я не потому пишу заметку быстро, потому что я такой старый и опытный, а потому что я в жизни написал, опубликовал несколько миллионов заметок. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы люди потом вернулись из самоизоляции с непотерянной навыкой. Дистанционная работа, конечно, тоже сильно в этом помогает. Вы сейчас наблюдаете за своими сотрудниками. Падает ли продуктивность у них или нет? Да нет, они все рвутся работать. Что такое журналистика? Это желание удовлетворить собственное любопытство, и тебе за это даже немножко доплачивают. Большинство людей в нашей компании – это люди, влюбленные в свою работу. Они ее любят больше, чем собственную семью, поэтому и, собственно говоря, остаются в ней. Потому что журналистика – это же не то место, где ты можешь заработать много денег. Это для людей, которые просто очень любопытны и любят свой нос куда ни по пути. На вас как-то самоизоляция отразилась? Вот лично на вас. То есть вы эффективный медиа-менеджер. Как на вас это сказалось? Да. Как на вас это сказалось? Во-первых, видите, можно ходить в костюме простого журналиста. То есть пиджаки, галстуки и сорочки повешены надолго в шкаф. Но вам так комфортнее, я так понимаю, правильно? Ну, я же подработал в поле очень много лет, и, во всяком случае, так удобнее. Приходится очень многие решения принимать быстрые и стремительные. То есть, условно говоря, заболел водитель, простой пример приведу. Соответственно, нужно немедленно остановить все машины, отправить их на дезинфекцию и провести дезинфекцию всего здания. То есть немедленно вывести из компании всех сотрудников, которые контактируют с этим водителем. То есть, ну, это такой простой пример. То есть подготовить план «Б» на случай, если зараз будет распространяться, и к вызову очередных 100 спартанцев, которые займут наше место в кубке, то есть если мы попадем на изоляцию. Нам удалось пока купировать заразу от поникновения внутрь офиса телекомпании, хотя заболевшие, конечно же, есть. Часть из них в тяжелом состоянии, несколько сотрудников, трое, точнее, попали в реанимацию. То есть, ну, что поделать, мы, к сожалению, не можем выдать нашим сотрудникам общевосковые защитные комплекты и заставить ходить в противогазы. Проекты, которые были запланированы на этот год, были какие-то запланированы проекты, и, ну, то есть отодвинуты они или нет? Ну, конечно, мы отложили все то, что требовало достаточно больших затрат, либо больших студий, либо... Но опять же говорю, что мы пока перенесли это все на середину июня, да, то есть в надежде, что пик коронавируса наступит в ближайшие, там, две недели. Но мы исходим, мы готовы к тому, что, ну, до половины тех программ, которые мы планировали в этом году снять или заказать производителям, нам придется вывести из оборота, да, и... К сожалению, да, то есть, потому что все-таки производство из оригинального контента – это штука самая дорогая. Скажите, пожалуйста, еще какие съемки каких проектов сейчас на стопе? У нас нет на стопе проектов, да, то есть, у нас, слава богу, есть пакет контента, который был снят заранее, все, что связано с ток-шоу, да, то есть, такие, как «Слабое звено», «Fazenda Life», «Дела судебные», потом у нас совершенно новый проект – это «Отцы и дети», да, то есть это все было отснято, славьте Господи, до появления заразы, то есть, и они не на стопе, у нас достаточный, да, пакет этих программ, чтобы дожить до лета, когда, надеюсь, все-таки зараза пойдет на спад. Уменились ли как-то предпочтения пользователей еще, то есть, что раньше не смотрели, сейчас стали смотреть больше? Безусловно, все-таки на первом месте сюжеты связаны с информационной обстановкой, да, потому что, там, могу сказать, что, там, наш последний интервью президента Беларуси Александра Клашенко, да, то есть, оно там набрало под миллион просмотров на нашем портале, да, то есть, потому что, ну, президент достаточно жестко в своей такой такой острой манере и изложило свой взгляд на коронавирус, на методы борьбы с ним, и на экономическую, и на экономический кризис, который последовал одновременно, да, то есть, это был такой хит на нашем канале. То есть, люди не устают от новостей про коронавирус, я так понимаю, да? Есть же такая шутка, да, то есть, господи, а где же новости про Украину, да, то есть... А, окей, с ютубом понятно, а с каналом? С каналом, ну, безусловно, у нас хит — это слабое звено с Марией Киселевой, да, то есть, перезапуск этого формата, который мы приобрели в BBC, да, то есть, очень хорошо вот пошла программа «Отсо и дети». «Фазанда лайф», как ни странно, несмотря на то, что дача сейчас — это скорее не место, где... Место заточения, а не место вскапывания крядок, тем не менее, очень неплохо, и дела судебные с Олесой Турова тоже достаточно большой ностальгический всплеск телесмотрения советского кинематографа, да, то есть, там, от гаража до курьера. Сочетание этого, с одной стороны, новых программ, да, то есть, которые рассчитаны на, скорее, молодежную аудиторию, и, с другой стороны, ностальгическое киносмотрение, да, то есть, вот эти вот два... Пока мы видим эти два места, где мы пытаемся отстоять свои права на симпатии телезрителей. Вы отслеживаете рейтинги телеканала, понятно, вот изменились ли они как-то в связи с нынешней ситуацией? В последнюю неделю мы закончили с результатом около двух, доля около двух. Если за два года, то мы увеличили долю вдвое, да, то есть, два канала, которые шли вперед по телесмотрению, это «Пятница», поговоря с моим коллегой Николаем Картозия, да, то есть, и «Мы». С чем это связано? Ну, мир достаточно новый для российского телезрителей, для продукта, да, то есть, и сам бренд, на самом деле. Мы вещаем, вроде бы, создано давно, а в эфирном пространстве, когда мы смогли войти в любой дом в России, да, то есть, мы всего-то там, всего ничего. Во-первых, мы делаем качественную программу, да, во-вторых, мы маленькими шагами нащипываем портрет своей целевой аудитории. И это при том, что у нас достаточно жесткие внутри редакционные ограничения, да, то есть, которые, через которые мы не переходим. Конечно, повышение телесмотрения есть у всех телеканалов в условиях самоизоляции, да, то есть, это не только наша заслуга, но надо понимать, что в условиях самоизоляции и конкуренция выше, да, то есть, за... Главное, что удается, это увеличить продолжительность телесмотрения. Вот это вот самое главное, чтобы к тебе заходили не на 5 минут, не на 30, да, то есть, оставались на тебе примерно около часа. Поэтому мы исходим из того, что каждый успешный проект приносит нам увеличение доли телесмотрения. В силу нынешних обстоятельств все стараются, не все, многие стараются придумать какие-то быстро новые форматы, чтобы попасть в пользователя. Будут ли у вас, ну, делаете ли вы что-то сейчас, вот именно на удаленке? Какие-то проекты, может быть, маленькие, небольшие? Ну, все рубрики информационного канала МИА24 делаются нашими коллегами дома. Но это не, я подчеркиваю, это не джинсы, как там, как мы вот в советское время, когда джинсы были великой ценностью, у нас были джинсы фирма, а были джинсы сэмон-пол, то есть самопальный. Вот мы не будем делать джинсы сэмон-пол в любом случае, да, то есть брак творческий, технический на канал не пройдет ни на один из наших каналов, ни на МИА, ни на МИА-Премиум, ни на МИА-24. То есть это там установка жесткая, вот такая работает всерьез и надолго, то есть я не понимаю, я считаю, что к профессии нужно относиться просто. Если ты получаешь за свою работу деньги, ты обязан делать качественный продукт, независимо от того, как ты. Если говорить о форматах с точки зрения телевизионных, ну невозможно сделать без студии продукт, ну, настоящий, да, то есть, ну, к сожалению, это так. К тому же все-таки мы с вами общаемся, да, то есть вы же видите, даже несмотря на то, что у меня сейчас съемка происходит в формате 4К, да, вот, который находится в моем кабинете, интернет не позволит нам передать в этом качестве картинку, поэтому, как видите, я без грима и без грима, и без, потому что интернет все равно не передаст, что я не слегка не, что я мою щетину, да, сегодняшнюю. Вопрос к вам, как к профессионалу. Какие сейчас изменения происходят в МИА? Ну, мы вот запустили, значит, тему, которая очень важна в тему в рамках самоизоляции, это вот программа «От свои дети», да, то есть это Сергей Белоголовцев и его сын Никит обсуждают, собственно говоря, взгляды разных поколений, потому что Сергей – это человек моего поколения, там, Никита – это, скорее, человек вашего поколения, да, то есть на самые разные темы. Это и отношение к истории, отношение к изоляции, отношение ко всему. И мы продолжаем в прайме радовать зрителей игровыми шоу, потому что очень мало игр, на самом деле, телевизионных на канале, это игра в кино с тем же Белоголовцевым. Это всемирные игры Разумов с Вассерманом и Аскеровым, знаменитым телевизионным знатоком. Мы предлагаем в прайме людям поиграть. Вот не по пятницам, как это принято, да, то есть или там по выкендам, а каждый рабочий день, который теперь как бы выходной. А вообще в медиа, вот не только, да, у вас? Мы это обсуждаем в рамках национальной социальной телевещателе, да, и в рамках индустрии, и с регулятором. Есть два сценария. Первый сценарий, назовем его позитивный. Значит, это падение рынка телевизионной рекламы порядка 15%. Стрессовый — 30%. Если говорить о радио, позитивный падение рынка радио рекламы на 30%, стрессовый — 50%. Соответственно, уход людей, снятие бюджетов в интернете, я думаю, будет идти тоже, скорее всего, позитивный сценарий — 30%, негативный — 50%. То есть, соответственно, каждая из наших компаний, которые сейчас работают там на общероссийском рынке, да, то есть, а мы работаем еще и на казарском рынке, там, на азербайджанском, армянском и так далее, то мы... мы сейчас делаем стресс-тесты и понимаем, то, собственно говоря, как, в какой степени там, как нам придется ужаться, да, то есть, это в количестве сотрудников, фонде оплаты труда, а это основная... в медиа, к сожалению, это основная статья расходов, да, то есть, первая — это оплата труда, вторая — это затрата на покупку или заказ контента. Соответственно, всем придется ужаться, и поэтому, сейчас, скажем, мы пишем сценарий, да, то есть, первый сценарий, там, я рассказал, вот еще позитивное — это падение наших доходов, там, на 15%, второй — негативный — телевизионных доходов на 30%, по радио, ну, мы еще будем считать успехом, если радиореклама пойдет на... всего на 30%, то есть, и, соответственно, из этого будет делаться другое телевидение. И, конечно же, думаю, что мы все-таки, наш российский телезритель избалован. Никто не делает такого количества праймовых проектов и премьер, как телеканалы, которые работают в России. Потому что в Европе там любой там общенациональный канал, французский, кроме ТФ1, радует одной премьеры в неделю, один день, в четверг, скажем. Вот, и все остальное время радует прекрасным жанром телеповтора. Конечно, я думаю, что от этого вот роскоши и пешества в виде премьер в ближайший год и два придется отказаться. То есть, я убежден в том, что доходы наши вернутся на прежнюю основу к концу, там, 21-го года, да. То есть, но это все же есть, к сожалению, не от нас, да. Мы же идем вслед за покупательной способностью населения. И тут вопрос в том, какой сейчас сценарий примет правительство нашей страны, да. То есть, мы знаем разные способы выхода из правительства. Например, там, правительство Евгения Максимовича Примаркова в момент кризиса, да, залило просто экономику деньгами. И страна достаточно быстро отскочила после дефолтного состояния. Можно поступить, как правительство Гайдара, когда что бы то ни было, только не печатать денег, да. То есть, когда низкая инфляция ставится в главный приоритет, да. То есть, для правительства, а не для Центрального банка, как должно быть. То есть, здесь мы ничего не... Здесь, в данном случае, мы скорее не субъект, да, а мы объект, скорее, воздействия общей экономической ситуации. Но мы готовы к любому... Мы, вот, наши три компании, да, и наши коллеги на рынке, мы готовы к любым способам развития, да. То есть, мы понимаем, что, скорее всего, там, без помощи друг другу и помощи федерального правительства, нам не удастся спасти индустрию в том виде, в котором у нас просят правительство. То есть, не сокращать сотрудников, да, не сокращать заработные платы. Этот вызов, который, ну, невозможно, да, то есть, при таких потерях доходов невозможно будет это сделать. То есть, про рекламодатели. Отдевают ли они бюджеты? Нет, пока он... Пока индустрия держится. Я говорю, что индустрия держится, но вы поймите, что в условиях, когда пойдет падение покупательского спроса, а по моим данным, на продовольство на рынке уже оно пошло, да, то есть, в условиях, когда люди не покупают ни продовольственные товары, потому что магазины, извините, закрыты. Только онлайн-торговля. Но это неизбежно будет, я думаю, снятие бюджетов. Но опять же говорю, мы идем по ощущению индустрии, что вот у нас есть 15 и 30 по телевизионному и 30 и 50 по радио. По интернету, скорее, 30 и 50 тоже. Но вот пока нет. Пока наша медиа индустрия держится, как вот тот самый последний барабанщик. не для интервью, может быть, просто вопрос, который меня лично интересует. У вас уже сокращения начались? Мы не сократили ни одного человека. Мы пока не пошли на сокращение заработных плат, да, то есть, понятно, что в условиях самоизоляции вопрос о премиях просто не стоит, да, то есть, у нас значительная часть оплаты идет, фонд оплаты удается в премиале фонд, но сейчас какая? Но премия – это маркер успеха, да. О каком успехе сейчас может идти речь, когда, ну, собственно говоря, мы сидим в казематах Брестской крепости, да, как наши дедушки в 41-м. Наша задача – день простоять и ночь продержаться. У меня еще вопрос такой про 9 мая. Что у вас будет к 9 мая? Вы наверняка готовите. У нас есть отличные акции, которые мы дотели в прошлом году. Это, да, акция «Помить сердце», да, это когда люди берут реликвию, там, слуга, там, про сигару своего деда или прадеда и расскажут, как он попался, или вот фронтовой треугольник. И это достаточно трогательно. Главное, в отличие от «Бессмертного полка», который тоже, понятно, что его тоже не будет, да, то есть она не требует личной массы. Она, с одной стороны, персональная, а, с другой стороны, она не требует контакта большого количества людей в физическом смысле. Но вместе с тем, ну, она дико трогательная, да, то есть, и... Ну, я тоже внук фронтовика, да, то есть, и я жалею, что у меня, кроме его фотографий, к сожалению, не осталось никаких памятных вещей. Поэтому наши зрители из разных уголков СНГ вот записывают это видео, посылают нам, мы его обрабатываем и публикуем. Вот с этой пятницы уже начинается эфирный показ первых роликов, которые мы получили вот уже в этом году. Потом, конечно же, она не только для эфира, но и работает в официальных сетях, в оффлайне, да, причем придумали не мы, а наши коллеги из нашего белорусского представительства. В прошлом году, особенно во время, там был очень трогательный момент, в Парикову-Горько пришла молодая женщина, Алла Васильева, да, то есть, ну, на ней был платок. Обычный платок такой, по-садски. А оказалось, это ее реликвия, потому что в ней ее мама, Валентина Павловна, она встречала своего отца с войны. Вот. И это действительно там вот такие вещи, когда они слезы прям наворачиваются. Или в Молдове там наши прислали видео «Зеркальце атрицы», актрисы фронтовых бригад Ольги Михайловны Плотниковой. Ольга Михайловна смотрелась в это зеркальце, когда готова с концертом на фронте. Вот. Я напоминаю, там фронтовые бригады, они там всерьез были на передовой и очень многими скрывали. Я помню, у меня бабушка, она была на трудовом фронте, и у нее был большой-большой сундук просто с полотенцем. И однажды я открыла этот сундук, а под крышкой там был кармашек, и вот под крышкой хранились вот эти вот треугольнички с письмами. раздавые. Боже мой. А я была очень маленькая тогда, но когда я это увидела, ну, то есть, ну, вот оно, вот оно рядом, и у тебя мурашки и слезы наворачиваются. Запишите, а вы, пишите нам, мы покажем. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.